На днях мне прислали одно видео. На МКАДе в аварию попала Тесла и начала взрываться. С этим нужно разобраться. Мы уже привыкли к потрясающему ускорению электромобилей. Даже вполне заурядные машины на электротяге уделывают многие спорткары. Но у них есть и недостатки. Со все большим парком электричек нам нужно научиться с ними жить. И, как ни печально это звучит, научиться их тушить. Нет, дело не в электромоторах. Они замечательные. Проблема в источнике энергии, точнее, в литиевых аккумуляторах. Кто-то скажет, скоро появятся твердотельные негорющие накопители энергии. Возможно, появятся. Возможно, даже скоро. Но пока этого не произошло, на дорогах окажутся миллионы литиевых электроавтомобилей. Но насколько велика проблема с возгораниями? К сожалению, я не нашел статистику по количеству возгораний электромобилей. Но известно, что в прошлом году в Китае загорелось более 40 тысяч электромопедов. Но в чем именно проблема с электроавтомобилями? Дело в том, что для быстрой зарядки и большей емкости батарей в автомобильных литиевых аккумуляторах используется особый электролит, который очень-очень взрывоопасен. Производители аккумуляторов скрывают его состав, делая коммерческой тайной. Но нам-то от этого не легче. Для взрыва достаточно контакта с кислородом. Но это не вся проблема. Беда в том, что аккумулятор может воспламениться даже без искры. Взрыв происходит при температуре в 400 градусов, а это не так и много. Но что еще хуже, аккумуляторы могут взрываться из-за старости. Катод отделен от аноды сепаратором, но со временем литий нарастает на нем иголочками-дендритами и прокалывает его. Это вызывает микрозамыкания и взрывы. Из-за одной батарейки, а их в аккумуляторе несколько тысяч, машина может взрываться часами и даже днями. Явление назвали термический разгон. Но что еще больше печалит, такие аккумуляторы не просто взрывоопасны, при горении они выделяют крайне токсичный газ. В машинах с двигателями внутреннего сгорания горит в основном салон, поэтому ее относительно легко потушить, залив водой или пеной. С электромобилями все сложнее. Горит защищенная и хорошо изолированная батарея. Так как она горит и без кислорода, никакая пена из огнетушителя или специальное изолирующее одеяло не помогут. Существует специальное устройство, прокалывающий аккумулятор. Они заливают его водой, но проколоть нужно именно поврежденную ячейку, а угадать иногда очень сложно. Да и не все аккумуляторы легко проколоть. Но еще хуже, что для тушения потребуется в 30 раз больше воды, чем для обычной машины. Однако даже если удалось побороть открытый огонь, это не означает, что в аккумуляторе остановилась химическая реакция, выделяющая тепло. А мы уже знаем, что тепло приводит к взрыву. Батареи все же можно потушить, окончательно остудив. Пожарные должны знать, где именно находится батарея в машине, чтобы заливать это место. Так как разных машин много, это потребует от пожарных дополнительных знаний. Но даже если пожарные угадали с местом возгорания, есть еще одна проблема. Обычные машины тушатся за 5 минут, а на электрическую уходят пару часов непрерывной работы пожарного расчета. Но как же тогда тушить электроавтомобили? Слава богу, сегодня появились современные методы их тушения. Для получения 100% результата машину необходимо поместить в специальную емкость с водой. Такие контейнеры вскоре станут стандартным оборудованием пожарных. А если контейнера с водой нет? К радости. И на этот случай есть выход. Пожарные пригоняют трактор, вырывают яму, загоняют туда электромобиль, потом заливают водой, а сверху засыпают землей. Это позволяет полностью избавиться от повторного возгорания и термического разгона. На сегодня у меня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok